Схема, когда доверчивый человек из добрых побуждений передает данные своей карты другому лицу, как правило, думая, что по ту сторону экрана сидит его приятель или родственник, актуально до сих пор. Причем сейчас мошенник не взламывает страницу, он создает аккаунт-копию и уже с него ведет переписку. Идет общение со своими друзьями, которые утратили доступ к своим аккаунтам, и там им тоже предлагается дай мне реквизиты, дай мне номер телефона, либо еще какую-то конфиденциальную информацию. К сожалению, от данного вида преступлений может оградить только человеческая бдительность и осторожность. В текущем году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, мы наблюдаем рост именно хищений с использованием компьютерной техники порядка на 25%. Еженедельно в правоохранительные органы области поступают заявления о таких кражах с банковских карт. Да, на раскрытие таких дел нужно время, однако результат все же есть. Другой вопрос, что люди, вопреки предупреждениям милиционеров, остаются такими же доверчивыми и продолжают отвечать на якобы запросы из банков и других интернет-площадок, разглашая свои данные. К сожалению, именно в связи с тем, что даже крупный бизнес, магазины, они перешли в большей степени на онлайн-торговлю, предоставляют те самые онлайн-услуги, граждане уже больше начали доверять соответствующим ресурсам, и поэтому без боязни осуществляют оплату. Это, в свою очередь, вместе с тем это хорошо, но несет определенные риски, особенно в тех случаях, когда граждане не обращают внимания на тот ресурс, куда они именно перешли, куда они попали. Даже если графически, внешне, он может быть очень похож на настоящий, но на самом деле в адресной строке будет несколько отличающийся адрес. Граждане зачастую у нас не обращают на такие тонкости внимания, выбирают тот или иной товар, обращают внимание только на скидку. Покупки через интернет сегодня особенно актуальны, и действительно, сразу на сайте можно рассмотреть модель, уточнить размер, цвет и оформить покупку. Но делать это нужно только в случае, если перед вами официальный реализатор. Площадка Монро-24 существует уже не один год, и здесь за процедуру оформления и доставки товара отвечает целый офис менеджеров и специалистов, которые всегда на связи со своим потребителем. Вот в этом году нам будет 10 лет. Все это начиналось, конечно, двумя-тремя специалистами. Я даже самостоятельно собирал всю эту продукцию, которую у нас заказывали. Вот, спустя 10 лет, это порядка 50 работников, мы продаем как оптом, так и в розницу. Интернет-магазин Монро-24 сконцентрирован на продаже одежды белорусских производителей. Используемые лекала подходят не только для наших представителей с прекрасной половиной, поэтому покупки с удовольствием совершают и жительницы стран постсоветского пространства. К сожалению, и на веку Монро-24 встречались мошенники, пытавшиеся подделать их сайт и якобы реализовать продукцию. Поэтому руководство компании просит граждан не терять бдительность и следить, с кем на самом деле вы ведете диалог. Наши менеджеры, наш колл-центр решают эти проблемы постоянно. Мошенники, они постоянно нам, наверное, навязывают какие-то новые правила. Если это раньше были какие-то сайты, сейчас они, в принципе, орудуют и в соцсетях. На что обратить, в первую очередь, внимание? Это, конечно же, проверяйте сайты. На сайтах везде есть даты их основания. Во-вторых, проверяйте, наверное, сайты с отзывами. Смотрите, что написано, кто это пишет. Оплачивать вы можете ни каким ни физлицам, ни карты. Вы оплачиваете только официальными платежными системами. ЕРИП на юридическое лицо. ЕРИП и Беларусьбанк очень сильно проверяют организации, с которыми сотрудничают. Поэтому, если вы находитесь в их системе, значит, это проверенные уже давно работающие ресурсы. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Александр Воронин, Эдуард Букунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.